В этом уроке мы поговорим про три основные пентатоники, которые вы можете сыграть без бендов, овербендов и разных сложностей, которые вы уже прямо сейчас сможете использовать для того, чтобы импровизировать в шести тональностях. Но прежде чем мы непосредственно приступим к изучению этого материала, я хочу сделать небольшое объявление. Очень часто вы в комментариях, в личных сообщениях ВКонтакте меня спрашиваете, а вот как же так, по какой программе учиться играть, что зачем делать, может быть мне стоит выучить больше мелодий, или может быть мне наоборот стоит играть больше упражнений, или больше выступать, или больше импровизировать, на что обратить внимание, что зачем, что в первую очередь, что потом. На все эти комментарии я или многозначительно молчу, ничего не отвечаю, или прямым текстом говорю, приходите на мои частные уроки. Кроме того, запихать, и на самом деле запихать вот этот весь полезный материал, формат 15-минутного ролика на YouTube не представляется возможным. Поэтому специально для вас мы подготовили большой двухчасовой вебинар, посвященный тому, как заниматься, как построить план самостоятельных занятий, чтобы в него вошли все важные элементы, и ваше развитие в игре на губной гармонике было, простите за тавтологию, гармоничным. Чтобы потом вам не пришлось нагонять какие-то определенные блоки, которые вы упустили. Ссылка на вебинар, который состоится совсем скоро под этим видео. Щелкайте по ссылке, записывайтесь на вебинар, и вы все узнаете, как построить свои самостоятельные ежедневные занятия, чтобы ничего важного не упустить. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Начнем с самой простой, с до-мажорной пентатоники. Это то же самое, что до-мажорная гамма, до-ре-ми, фа-со-ля, си-до, только без нот фа и си. Именно эти две ноты обычно могут устроить вам некий конфликт, что эта нота будет не подходить под музыку. А эти пять нот до-ре-ми-со-ля, они подойдут везде и всегда. Возьмем небольшой темп, 60 ударов в минуту, и сыграем четвертями. Вместе с метрономом играем до-ре-ми-со-ля, и снова до. Давайте сыграем ее на одну октаву. И опять же давайте ее расширим прямо до десятого отверстия. Она играется на две полные октавы, без бендов, без уфербендов. Раз, два, три, четыре. Ля-минорная пентатоника. Это та же до-мажорная пентатоника. Точно те же ноты, те же отверстия, только начинается она у нас с другого места. Ее тоника в другом месте, на ноте ля. В данном случае пока на шестой вдох. Раз, два, три, четыре. Мы можем ее расширить, сыграв ее сначала вниз от ноты ля до ноты до, вернуться обратно и сыграть ее вверх, опять же, до ноты до. Но потом вернуться обратно к ноте ля. И тогда у нас будет очевидно, что это пентатоника ля-минорная. Все-таки с ноты ля, а не до-мажорная. Но мы ее раздвинем туда и сюда. Следующая пентатоника это ре-минорная пентатоника. Она у нас начинается с четвертой вдох. Но надо сказать, что четвертая выдох тоже в нее входит. Это ноты ре-фа-соль-ля-до. Сразу же ее расширим. Сыграем ее сначала до до вниз. И дальше пойдем ее снова играть вверх. Раз, два, три, четыре. Надо сказать, что по этим же нотам ре-минорной пентатоники играются фа-мажорная пентатоника. Давайте мы ее сыграем вниз от ноты фа до ноты до фа-ре-до. И потом уже пойдем вверх. Соль-мажорная пентатоника. Для самых новичков она у нас сначала будет играться на одну октаву. Потом мы опять ее расширим. От ноты соль от шестой выдох. Расширим ее вниз и вверх до ноты ля, до десятой вдох. Раз, два, три, четыре. Ми-минорная пентатоника играется точно по тем же нотам, только от ноты ми, от пятой выдох. Давайте точно так же ее сначала расширим вниз до ноты си, и потом сыграем ее вверх до ноты ля. Три, четыре. Что же такого прекрасного и почему это так важно? Учить вот эти вот гаммы и пентатоники. На самом деле, благодаря гаммовым пентатоникам, помимо того, что вы просто лучше осваиваетесь инструментом, лучше запоминаете, где какие на нем ноты, где он в каком месте как звучит, вы можете их уже прямо сейчас начать использовать для импровизации. То есть вы уже сейчас можете взять минорный блюз и симпровизировать в ре-миноре, в ля-миноре и в ми-миноре на одной домажорной гармонике, используя только соответствующую пентатонику. Давайте я вам покажу. Например, блюз в ля-миноре. Даже если мы просто сыграем вверх-вниз всю эту гамму, она нам подойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Вы можете переставлять ноты как угодно, они все подойдут под ля-минорный блюз. Ре-минорный блюз. Ре-минорная пентатоника, она же фа-мажорная. Вы можете переставлять ноты как угодно. Ми-минорный блюз. Одна и та же, до-мажорная гармоника. До-мажорной. До-мажорной пентатоника. Субтитры сделал DimaTorzok Соль-мажор. Опять же, кантри, рок, джаз. Все, что не касается непосредственно соль-мажорного блюза. Любая минусовка вам подойдет. КОНЕЦ То же самое касается фа-мажора. Итого, у нас есть три пентатоники, чтобы импровизировать в шести тональностях. Как тренировать эти гаммы, эти пентатоники? Я рекомендую тренировать их сначала просто вверх-вниз. Начните с маленького диапазона, то есть на одну октаву. Потом расширяйте его до более широкого диапазона, как я вам показал. Если у вас есть бенды, то вы можете расширить эти пентатоники еще дальше в первую октаву, где у нас ноты фа и ля извлекаются бендами. Если у вас есть овербенды, вы можете выучить пентатоники в других тональностях. Например, очень полезная пентатоника это соль-минорная, си-бемоль-мажорная. И она вам откроет очень многое. Но пока мы говорим только об этих трех гаммах, об этих трех пентатониках. Как их тренировать дальше после того, как вы их выучили вверх-вниз и на всем диапазоне? Тренируйте их в секвенциях. Самая простая секвенция, покажу на примере до-мажорной пентатоники, это через одну ноту. То есть мы играли до-ре-ми-соль-ля-до. То есть сейчас мы будем играть до-ми-ре-соль-ми-ля-соль-до и так далее. Показываю. Абсолютно аналогично через одну ноту под метроном все другие пентатоники. Пентатоника по три ноты. Подобные упражнения называются секвенциями. То есть до-ре-ми-ре-ми-соль-ми-соль-ля. То есть три ноты от первой ноты пентатоники, три ноты от второй ноты пентатоники, три ноты от третьей. Показываю на примере опять же до-мажорной пентатоники. Два, три, четыре. И обратно. Естественно, не останавливайтесь на игре четвертями в темпе 60. Попробуйте более быстрые темпы 80, 90, 100, 110, 120, если у вас будет получаться. Попробуйте другие длительности. Попробуйте восьмыми, шестнадцатыми, триолями. И я вам скажу, что если вы будете уметь это делать, то вас уже можно спокойно брать в группу, и вы сможете спокойно импровизировать с другими музыкантами, по крайней мере, в этих шести тональностях. Если приобретете еще несколько гармоник, то вы вообще можете закрыть все тональности и импровизировать только пентатониками. На первое время этого может быть более чем достаточно. Дальше вам захочется больше, дальше вам захочется использовать уже полную гамму. Дальше, может быть, вам захочется использовать хроматизмы, но это все потом. Начните с этих трех пентатоник. Удачи вам в освоении пентатоник. Не забывайте записывайтесь на вебинар. Вебинар будет очень насыщенный, очень интересный, очень плотный. Ссылка на запись на вебинар в описании. Он будет буквально на днях. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик. Спасибо за внимание. С вами был Борис Плотников с борисплотников.ру Борис Плотников с борисплотников.ру Борис Плотников с борисплотников.ру 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 Борисплотников.ру